Вот новый интересный опрос от Сиенского колледжа, согласно которому Александрия Акасио-Кортес, не теряя времени даром, вызвала сильную неприязнь у избирателей своего родного штата Нью-Йорк. 33% опрошенных выступили за Акасио-Кортес, подавляющие 44% против. Как она, будучи в Конгрессе всего несколько месяцев, так быстро оттолкнула от себя столько людей? Сама конгрессмен по своему обыкновению уже ответила на этот вопрос. Как она объяснила в Твиттере, республиканцы, работая сообща с этим подлым каналом Фокс Ньюз, цитата, демонизирует всех, кто не входит в категорию белых мужчин. Иными словами, это фанатизм, прямой и абсолютный. Может, это и выглядит как неутешительный итог опроса, но на самом деле это расизм. Возможно, вы посмеетесь над таким жалким, предсказуемым, абсолютно предвзятым, а также бездоказательным объяснением. Скептицизм будет здесь вполне уместен. Но давайте копнем немного глубже. То, что мы видим, не просто циничная попытка оправдать свой личный провал. Мы уже тысячу раз слышали это от политиков. Расизм! Акасио Кортес предлагает нам пройти тест на пригодность наших душ. Все просто. Если вы согласны с Александрией Акасио Кортес, вы хороший человек. Если вы с ней не согласны, вы расист, фанатик, враг, гадкое существо. Понятно? Хорошо. Приготовьтесь к экзамену. Наблюдателей на нем не будет. Мы здесь, в эфире, вы дома или, может, в баре? Нам придется положиться на вашу честность. Мы покажем вам несколько роликов. Скажите честно, какие чувства они у вас вызывают. Итоги теста трудно предсказать. Сначала посмотрим, что Акасио Кортес говорит о детях. У нее детей нет. И вот в чем причина. Она слишком обеспокоена. У нее слишком доброе сердце. Смотрим. Нашу планету ждет катастрофа, если мы не изменим ситуацию. И ученые единодушны в том, что наших детей в будущем ожидает очень тяжелая жизнь. И молодые люди сейчас задаются, как мне кажется, вполне справедливым вопросом. Следует ли, будет ли правильно, зная все это, по-прежнему заводить детей? Так стоит ли по-прежнему заводить детей, Акасио Кортес спрашивает вас. Если ваш ответ, вы что, шутите? Конечно, стоит. Кстати, отвалите авторитарные психи. Какое вам дело до того, сколько у меня детей? Если вы ответили так, то тест провален. Должно быть, вы белый расист. Если вы, напротив, остановились на секунду, крепко призадумались об изменении климата и осознали, что 29-летняя незамужняя Кортес действительно должна решать, заводить ли вам детей или нет, тогда поздравляю, вы сдали. Вы достойный человек. Совсем не расист. Ну ладно, вопрос номер два касается еды. В моем твиттере много упоминаний о пукающих коровах. Это имеет отношение к вашему проекту по защите климата. Можете рассказать об этом? Мы должны обратиться к сельхозпроизводителям. Может, нам не стоит есть гамбургер на завтрак, обед и ужин? Итак, вопрос. Сколько гамбургеров вам позволено съесть в течение дня? Есть два возможных ответа. Первый. Что? Что это за вопрос? Разве мы не в Америке? И, эй, хватит воровать из моей тарелки. К сожалению, это ответ расиста. Такой ответ дал бы Булл Коннор, если бы все еще был жив и способен есть Биг Маки. Правильный ответ. Я буду есть ровно столько гамбургеров, сколько мне разрешает конгрессмен Акасио Кортес. И я буду благодарен ей за них. Если это ваш ответ, спешу вас поздравить. Вы хороший человек. Теперь вопрос номер три. Об иммиграции. Эти женщины и дети, которые пытаются приехать сюда без гроша за душой, чтобы создать возможности и обогатить нашу страну, достойно называться американцами больше, чем этот президент в настоящий момент. Итак, кто больший американец? Американский гражданин или иностранец, который смеется над нашими обычаями и законами, нелегально проникая в нашу страну и называя нас расистами, если мы заставляем его уехать? Это трудный вопрос. Подумайте. Хорошо, время вышло. Правильный ответ. Нелегальные иммигранты – настоящие американцы. Если вы хоть на секунду усомнились в этом, можете ненавидеть себя. Вы это заслужили. Теперь заключительный вопрос теста. Ставки удваиваются. Посмотрим, как вы справитесь. Вас критикуют за неточные цифры. Вашингтон-Пост недавно сравнила вас с Пиноккио. Я думаю, есть много людей, которых больше заботит совершенная, фактическая и смысловая точность, нежели моральная правота. Фактическая точность. Итак, мы дошли до наиболее важного вопроса. Вы один из тех пещерных людей, для которых до сих пор важны факты, цифры, доказательства и физическая реальность? На дворе 2019-й физика у каждого своя. Если вы настаиваете на фактической точности, все еще читаете книги, говорите законченными предложениями, знайте, что вы – расист. Вы, сэр, фанатик. И конгрессмен Акасио Кортес осуждает вас. Она, в отличие от вас, морально права и абсолютно уверена в этом. Вот и вся суть теста. Субтитры создавал DimaTorzok